Всем привет, друзья! С вами Малдор и мы сегодня продолжим играть в Ведьмака. Не играл тысячу лет, на самом деле, в него уже. Ну, чего? Нам надо поговорить с пацаном, которого та безумная бабка наказала. Сейчас мы его постараемся найти. Ну, это будет, наверное, несложно, как я полагаю. Ну, дети здесь, а пацан, пацан вот в этом. Я что-то зверей не вижу, блядь. Поилка стоит, как для свиней каких-то. Для детей, может. Так. Арек. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя! Нельзя! Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И... и чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи! Уходи! Найти способ выманить бабушку из хаты. Блядь, у бабушки тут сундук стоит, сука. А, он не активный. Найти способ. Как его выманить-то, блядь? Там много всякого нахерни. Тут закрыто. Открыто. Это что тут такое? Поговорить с детьми надо, да? Может, они знают, где Ивасик-то? Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то. На вид примерно. Вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала. А бабушка много знает. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Да. Если мы что плохое сделаем, то она плачет и боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый? Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то небось от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. Детишки просто не знают, что у Геральта есть чутье, блядь, ведьмачье. Так, вот следы есть уже сразу. Мы обнаружили чьи-то. Так, 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 так. Что-то, блядь, как-то они обрываются, что ли? Нет? Угу. Понятно. Вот ты где. Как ты меня углядел? Это Оля. Так, Олю мы нашли. А это что за домушка, кстати? Так, сундук, сундук. Меня интересует сундук. И еще один сундук. Путешествие на край земли. Так. Сейчас прочитаем. Сирены. Дальние родственницы Гарпи. Крылатые существа, которые встречаются на скельге. Чаще всего на необитаемых островах или в недоступных прибрежных местностях населенных островов. Если верить легенде, сирены дочери мифического крылатого великана Храс Велга, который живет на краю света и порождает бурю мановением своих крыль. Дочери Храс Велга ищут общество великанов и часто гнездятся рядом с их логовом. Эти создания нападают на лодки и корабли с воздуха. Рвут паруса, а затем разбивают в щепы бездвижные суда. Временами они подхватывают человека или скотину с палбы и бросают с высоты, убивая насмерть. Они также нападают на путников, забредших на побережье. Так, чудища с болотом пока еще... А, это мы уже не сделали. Так, отвар суккуба. Новая формула. И гарпия. Статья в бестиарии. Листья собачьей петрушки. Так, сирена. О, нашли мы там. Собачья петрушка. Соккуб. Собачья петрушка, как я помню, помогает избавиться от ликантропии. Ликантропии, кому как угодно. Я до сих пор не знаю, как правильно. Ликантропия или ликантропия. Это... С этими, господи, блядь. Вот, а, это Оля. С оборотнями связано. Так, где тут еще, блядь? Я помню, где-то один, по-моему, сидел то ли... Во. В бочке, что ли? Ты серьезно? Надо подняться на крышу по этой херне. А как это сделать? Роголисник. Эй. А я не могу нацелиться, блядь. А он и не целится что-то. Погоди, я аж могу, может, зацепиться, нет? Ну, он 100 бутов на крыше. Или нет? Так, 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 там в доме подвал есть. В доме есть подвал. Миллион процентов даю. Ну, вот это вот, типа, блядь, лестница же сделана. Ебаный свет. Опа. Так. Сейчас не понял. И где? И где? В стоге. Я тебя вижу. Выходи. Гневка. Гневку нашли. Сейчас, подождите, в доме есть подвал. Это... Это не главный же дом, правильно? Блядь, закрыто. Нужен ключ. Так, ладно. Я помню, один пацан сидел в стоге, блядь. Ну, не пацан, а уж девка. Девчонка. Так, вот еще следы. Следы, следы, следы. Ну, что такое, блядь? Герлик, ну, ебаный-то, рот. Ты нахера застреваешь? Ага, еще, походу, здесь. Я тебя нашел. Не прячься. Яся. Порезло тебе. Повезло, так повезло, блядь. Она не знает. Они не знают, точнее, что мы жульничаем. Так, где еще следы? Блядь, 100 будов там подвал есть. Как бы это открыть? Прошвырнуться по подвальчику. Где еще кто тут есть? Пока не вижу следов. Ну, там уже какие-то твари, твари бегают. Нам нужны следы. И цветочек спизжу. Блядь, а это нельзя взять цветы-то? Это что там такое? А, кусты. Да кусты мне нахер не нужны. Где, блядь? Дети ты. Может, он под водой сидит до сих пор? Чего, невозможно сделать? А что я пытался сделать? Я ничего не нажимал даже, блядь. Так, где, где, где детишки, блядь? Нету следов абсолютно никаких. Здоровое дерево, блядь. Нету, здесь тоже нету никого. На крышу залезть не могу. Опа. Так, нашли следы. Здесь, что ли? Где? Ага. Все нашлись. Ты чародей, да? А ты покажешь нам фокусы, когда к домику подойдем? Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Я вас нашел. Теперь держите слово, помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в гузно укусил! Иди сюда, бабушка! Бабушка! Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Бойзно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. Из-за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала. А солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая. Совсем без головы. А потом мама... Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь. На самом деле, он непридуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Отыскать на болотах Ивасика. Слушайте, а знаете, что я... То ли вспомнил, то ли предполагаю. Я, по-моему, знаю, кто это. Бабушка. Но не буду... Но не буду об этом говорить вслух. Не плачь, Ясенька. А Яся глупая свинья. Нельзя обзываться. Прости, пожалуйста. Ты чего здесь, а? Тебе тут делать нечего. И держись подальше от детей. Я, по-моему, знаю, кто она. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. По-моему, это она. Ну, ладно. Не будем забегать вперед. Так, это что за херня там, блядь? Утопится водная баба, блядь. Ну его. О, господи, блядь. Хорошая. Хорошая. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. М-м-м. Наверняка. Оставляет он следы. Вопрос, как их найти, блядь. Сейчас с помощью ведьмачьего умения мы все найдем. Что, блядь? Ну заебете вы нахуй. Утопца босса не. Увидели меня, что ли? Не. А, увидели. Да как ты, блядь, перомазал-то, где ты, блядь? Где там еще говно бы будет, вот лежит? Эй, сколько времени-то? Ох ты, время-то уж 8 вечера. Обалдеть. Так. Восемь вечера, да, я предлагаю. Ветер. Ну и ветер, блядь. Я предлагаю, я рожь, там не зависла, блядь, нет. Это бывает так, как хуйня. Раз, блядь, записываешь, записываешь, блядь, потом смотришь, блядь, камера зависла, блядь. Не знаю, что за херня. Ну, не часто, блядь. Давненько уж такого не было, но бывает. Так. У меня, причем на 10-й винде, такого никогда не было, блядь. Это вот как 11-й постар, так и хуйня началась. Что-то какая-то херня, блядь. Так, 4 часа, да? 4 часа утро, светло. Вот дерево, про которое он говорил, пацаненок. Но мы до него доходили. Или не доходили? Нет, доходил вроде. Или не доходил? Да похер. Так. И Васик. Я помню, как он выглядит. И опа. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. И Васик здесь проходил. Куда он проходил? Сюда. Да. Сюда он куда-то погреб. Так, подожди, подожди, близ любящего. А, вот. А я уже думал, кончились, что ли? Тут какая-то, какая-то, какое-то подобие дорожки даже. А вон там какой-то шалаш, блядь. Вот, народы ведут к норе. Интересно, что внутри. Нора и Васика. Подожди, позвать Васика. А что это такое, блядь? Это, блядь, костер, что ли? А может, мы игнем захерачим? Вот те раз, блядь. И Васик, позвать мне. У меня бомбы есть. Сейчас позовем, блядь, бомбами, нахуй. Ха-ха-ха. И Васик. Голубь, блядь. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало у вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу. Ты здесь живешь? Нора уютная. И место хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топе. Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Нет. Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. И Васик. Туша, блядь, валяется. Так, прибожек. Я бы почитал, кстати, за Ивасик, сейчас сказать. Погоди, этот самый Ивасик. И кто такие прибожки вообще, интересно, знаете. Так, персонажи. Вот. Ивасик. Когда дети из деревни на болотах рассказали Герату о таинственном Ивасике, у ведьмака были все основания не поверить в существование столь странного существа. Трудно было даже представить, что некто может выжить в этом негостеприимном краю и не стать добычей утопцев или водной бабы. И все-таки ведьмак, научным опытом даже подозревая, что Ивасик лишь плод детского воображения, привыкать и до конца по любому следу. А потом решил прочесать окрестные болота. Оказалось, что сироты не лгали. Ивасик и вправду существовал. Но был не мальчиком, а прибожком. Существом из той редкой породы, что еще кое-где встречаются в глухих лесных чащах. К несчастью, Ивасик по какой-то причине потерял голос. А потому так и не смог ответить на вопросы Геральта. Так, бестиарий, где у нас прибожки? Реликты, наверное, да? Да. Так. Еще не так давно окрестности крестьянских сел полны были дружелюбными созданиями и духами-хранителями. Сегодня уже почти невозможно встретить Скрата, Ерошика или Мамуню. Первыми всегда уходят прибожки. Такова плата за прогресс цивилизации. Из-за вступления к трактату «Утраченный мир» профессора Дюри Гарая. Угу. Это типа, наверное, что-то домового были, что ли. Прибожки или убожики, которых часто путают с ерошиками, это лесные существа, живущие в норах и труклявых пнях, всегда вблизи людских поселений. Внешним видом и поведением они напоминают детей. И так же, как дети, они склонны к шалостям. Прибожки привязаны к своей территории и опекают все, что на ней живет. Они заботятся как о зверях, так и о людях, но будучи по натуре с существами робкими, стараются оставаться невидимыми. Прибожков привлекают радость и наивность, поэтому они любят детей и нередко открываются именно им. Эти трудолюбивые и умные создания с удовольствием оказывают своим подопечным мелкие услуги, а взамен ожидают от них уважения и оплаты в виде еды или использованных инструментов. Прибожку легко обидеть, если быть с ним грубым, неблагодарным или просто придирчивым. Кроме того, прибожки не любят лишнего шума, поэтому если опекаемая ими деревня становится слишком людной, а их жители забывают о прежних обычаях, эти существа покидают свой дом навсегда и отправляются в дальние дали. Нет, это не дымовый. Это не дымовый. Это... Это что-то типа какого-то, блядь... Лисовика, блядь, херстный, как назвать-то, блядь. Так, погнали. Там кто-то орёт, блядь. Берегись. Так как ты был пизданул, ты тварь. Ты посмотри, что я делаю. Ах, и гнусный, Джеки. Тих-тих-тих. Где ты, Ивасик? Вот ты, блядь. Не отходи от меня. А что там мухи-то, блядь? Как много здесь их? Насрал кто-то. Блядь, вот это они меня захерачили. Ты посмотри. Надо съесть тогда места, что ли. Ивасик потерял голос. Куда он нас ведёт? Мы пришли? Да, я огляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придётся туда залезть. Ну. А что тут такое? Мост, что ли? А, дорога есть. Это дорога или... Ага. Что, блядь? Ну, Герк не цепляется, как Ларк Крофт. Такой хуйни тут нет, а, блядь. Так. Тут птичье гнездо какое-то. Кто это, блядь? Куралиск? Блядь, гарпии, ёбаный рост. Где? Хорошая хуйня, ты чё, блядь? А мы сейчас... Ой, блядь. Арден. Я её глушил. Так, одна есть. Вторая есть. Где ещё одна? Ты, блядь, кривой Геральт, нахуй. О! Подрезали крылышки. Мутаген. Так, где тут ещё валяется перья Герпия? Это гнездо Герпии, да? Надо уничтожить, наверное. Обыскать. Запечатанная бутылка вороного перо. Может, ему нужна эта бутылка? Хуй, я знаю, чё ему... Может, он, блядь, алкоголик? Ха-ха-ха-ха. Не горит. Так, надо ещё что-нибудь съесть. Воды выпьем. Игни-а-ар-д. Мы просто ебануть вниз мором, интересно? Да, хули нет-то? Держи. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Корзинка! Пердёж! Ха-ха! Как звучит! Король купил коралловую корону на коронавскую королеве Бруге! Ха-ха-ха! Навеселился уже? Мои любимые слова! Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы, всё равно, что лизать улиток через сукно! Спасибо тебе, славный! Кто бы ты ни был, прощай и будь здоров! Погоди, 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 я тебе помог, так уж и ты мне помоги! Ты что, хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я поутру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами! И не могу извлечь ни звука! Я старался изо всех сил! Да меня чуть удар не хватил! Тогда я пошёл в деревню! Там, говорят, новая колдунья творит чудеса! А люди стали кричать «Душегубик! Душегубик!» И спустили на меня собак! Я что, похож на душегубика? Не похож! Вот и я о том же! По-моему, это дело ведьмам! Кто ещё мог меня закладывать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог! Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку! Бесполезно! Вороны ведь ведьмам служат! Удивительно! Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь! Это же всем голосам голос! Иной раз, как лесной ручеёк! А иной раз, как гром! Ну и будем честны! Болтаю я столько, что льётся, как из бочки, через край! Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией! Я ищу девушку с серыми волосами! Не видел её? Ещё бы не видел! Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу! Это мой любимый момент дня! Солнышко светит! Птички поют! Ветерок веет! Сижу я, значит, довольный! А тут как жахнет, как грохнет! И ниоткуда появилась девица! Молодая, серовласая, как ты сказал! А вдавалок она была ранена! И едва дышала от усталости! Она помучалась в сторону детских хат! И не слазь, будто за ней ведьмы гнались! Я, конечно, уругал её, что она мне помешала! Но она не слышала! У меня же голоса не было! Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще! Вредные, злые! Лучше их не злить! А если кто-то всё-таки перешёл им дорогу? Могут отобрать голос! А могут отобрать жизнь! Как им вздумается! Гнусные бабы! Но по-своему заботятся об этой земле! Говорят, они всегда выполняют обещанное! Только надо думать, о чём просишь! Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят! И помни! Они слышат и видят всё, что делается на болотах! Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину! Она, наверное, и есть ведьма! Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано! Фу! Значит, это не я странный! А она просто бабка! О сиротах заботится! Она говорит, вот и меня дети выдумали! Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую! Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не! Бабушка с чужими разговаривать не станет! А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю! Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать и тоже тебе помогу! Пойдём! Ну убеги, еб-то, блядь, дождик ещё, ёбаный свет! Бля, Виверна? Откуда она? А это что за дом, блядь? Ещё какие-то домушки тут развалины? Тут где-то у какой-то... У какой-то... Стараза! Где? Кто? Не вижу! Утопцы, что ли? Подальше, блядь! Не люблю бабу, блядь! Водную имею в виду! Ах ты, сука! Водных баб не очень люблю, блядь! Ну где, блядь, чё там с неё выпало-то? Я не могу взять, что ли, пока бой идёт? Ну, они не так часто встречаются, эти водные бабы, кстати. А это что-то, алтарь, блядь, а, ну мы его видели, вроде бы, да? Не помню уж. Вон там вдалеке какая-то башня, блядь! Да и Васик, давай не тупи, ёптю мать! Побеезжали! Деревня на болото, блядь! Так, я цветочки соберу, пожалуй! Этот деревник-то сложно назвать. Вся в порядке, ни пол- ведьмы не видать! Сейчас пою бабушке, успокою её! Соловьи уже умокли, умер ветерок! А луна из чёрных тучек сыплет свой в песок! Ты снова поёшь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, Ивасик! Не можешь ты сюда приходить! Тихо, тихо, бабуся! Спокойно! Тебе время волноваться! Девушка, о которой я спрашиваю. Бабусь, ты только не сердись! Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя! Это очень важно! Индивид, заткнись! А ты, бабуся, выслушай меня! Я нашёл ясеньку, когда она пропала? Нашёл! Горячку гневки унял? Унял! В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии! Так вот, сейчас я кое-чего хочу! Ты уж, бабуся, ему помоги, этому индивиду! А то же он меня изводить будет! Кучу навалить спокойно не даст! Девка у него пропала! Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик... Помогу ему! Ступай за мной! Да, вот та самая дверь, которая не открывалась! Всё продумано, блядь! Ивасик добрый мальчик! А вот хозяйки его не любят! Паршивая тварь! Не любят его! Что за женщина на габелине? Это хозяйки! Всемогущие хозяйки! Отзовитесь на призвание! Жалкий червь перед вами встанет! Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Кто говорит твоими устами? Не дурен с собой, не глуп. И где ты такой выискался? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый! Может, он любит только сероволосых? Эта девушка моя приёмная дочь. Хе-хе-хе! С такой красоткой это не мешает! Хе-хе! Мне мешает! Хе-хе! Смотрите-ка, какой впечатлительный! Пенится, как пиво в катке! У-у-у! Люблю таких! Значит, вы встречались. Расскажите мне всё. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? О, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошёл на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, тёмная сила восстала у Штейкеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Всё расскажем о твоей парышне. Тёмная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейкеры тебе всё расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймёт, что ты от нас. Он во всём поможет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Ладу от старосты положишь на Балун. Лысый Балун. Балун лысый. Знает Балун. Балун слышит. Староста Штейкеров. Штейкеры — это деревня. Небольшая здесь, поблизости. Мы в ней были уже, кстати. Были точно вам говорю. Так, погоди-ка. Бабушка. Меня интересует очень этот персонаж. Бабушка. Её имя случайно не на А начинается? Так, где она, блядь? Трис-трис, кряхем. Вот бабушка. Нет, ничего тут про неё такого не написано. Ну ладно. Сейчас мы сохранимся. И пойдём. Штейкеры уже в следующей серии. С вами был Малдор. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!